Решили сделать сегодня шашлык из говядины. Самый вкусный шашлык это шашлык из говядины. Всем привет. Канал Дегустатор Толстов. Мы находимся на Бухтарминском водохранилище. Пляжик 9 мая. Всех с праздником. Наших дорогих ветеранов, дружеников тыла. Приправы. Это смесь кориандр, зира, зелень, ориган, базилик, тимьян. Это наш молотый сычуанский перец. Здесь смесь приправ. Здесь у нас молотый имбирь, молотая корица чуть-чуть, молотый кардамон, молотая гвоздика чуть-чуть. Это черный перец, соевый соус, гранатовый соус, зира молотая, хмели-сунели. Смесь перцев. Будем готовить на природе. Мы порежем мясо, вымочим его и замаринуем. Буквально надо будет час-полтора-два. И здесь же будем жарить. Режем мясо. Вот на такие, как я сказал, это говядина, телятина. Вот на такие кусочки пополам. Вот примерно такие кусочки надо, чтобы должны. И вот нарезаем мясо. Мы его вымочим, пожамкаем вот так в воде в холодной, промоем. Полежит оно минут 30-40. Потом сольем воду, она стечет. И потом будем мариновать в луке. Лук будем тереть, специи наши, соусы добавлять. На кусочки, на такие у нас, это мраморная говядина. Вот с прослойками, с такими вот. И будем его вымачивать. Сейчас, как я говорил, в холодной воде. Мы будем его пожамкаем вот так вот. Вот вымачивать будем, потом мариновать, когда стечет мясо, минут через 40, через 30. А потом вот так делаем это. Тут птички поют. Водичка красивая. Вот. И вот так вот пожамкаем. Молодец. Пожамкаем. И оно у нас будет вымачиваться вот так в ледяной воде. Вымачивается мясо. Оно вот видите, какое нежное, мягонькое стало. Мы его периодически вот так вот мнем. Нарезаем курдюк. Примерно вот на такие кусочки вот. Потом мы будем нанизывать на шампуры один кусочек говядины, один кусочек курдюка для аромата. Зиры добавим еще. Но у нас говядина очень хорошая, жирная, мраморная, телятина даже. Поэтому курдюка много не будем. А если обычное мясо вдоль хребта вырезка, то тогда через каждый кусочек мы кусочек курдюка обязательно насаживаем. Маринуем. Мясо вымочилось у нас. Говядину я мариную по-своему. Мы добавляем крахмал. Мы добавляем кукурузный. Можно будет обычный добавлять. Он тоненькую пленочку создаст. Тоненькую пленочку создаст. Для того, чтобы все приправы впитались. Это молотый сычуанский перец. Ходжоун по-китайски называется. Это хмели-сунели. Это молотый имбирь сушеный, белый перец. Корицы чуть-чуть здесь молотые. И гвоздики чуть-чуть совсем молотые. Это наша красная приправа. Здесь есть смесь специй. Красный перец, зира. Здесь есть шафран. Травок немножко. Он будет свет давать нашему шашлычку. Обязательно добавляем вот эти вот. У меня есть специи такие. Посмотрите. Здесь травы. Здесь кориандр не молотый. Травы. Чеснок сушеный. Травы тут ореган, базилик. Здесь тимьян, майран. Тут смесь трав. Турецкая приправа. Ну, как бы распространенная. Так, обязательно зиру молим. Там, где курдюк или баранина, должна быть зира молотая. Обязательно. А крахмал вот этим всем специям даст питаться. И корочка будет. Это соль с пряными травами. Добавляем, добавляем обычную соль. Добавляем обязательно соевого соуса. Чуть-чуть. Он является усилителем вкуса. Отдельно черный перец молим еще. Душистый. И сейчас мы будем добавлять гранатовый соус. Потому что здесь и кислинка, и сахар. И мариную. Он очень сильный маринующий агент. Но, если нет, просто столовую ложку сахара можете положить. Вот. Теперь это перемешивается. Курдюк мы сюда уже положили резанный. И полежит сейчас минут 20. А потом будем тереть лук на терке сюда. Лука потрем буквально пару луковиц. Чтобы мясо промариновалось. Но оно уже нежное-нежное. Вот, посмотрите. Можно, в принципе, уже... Кто нетерпеливый, можно даже просто на раскаленной сковороде на сухой пожарить. Ну, а там чайную ложку масла растительного раскалить. И уже будет вкусно. Мммм. Вот это аромат. Обязательно должно полежать сейчас с крахмалом, чтобы все специи вот в эту пленочку крахмальную впитались. И потом, когда лук добавим, он же сочный, чтобы не смыло это. Поэтому должно впитаться. Еще мы сюда добавим грамм 40-50 масла растительного. Масло растительное защищает корочкой, потом становится... Покрывает корочкой, потом становится мясо румяное. И все внутри соки все держит. Содержимое клеток не вытекает. Маслица чуть-чуть капнули. Сыну носи в домик. Вот. Начинаем тереть лук. 20 минут у нас лежало с крахмалом, со специями, соусами мяса. Корочка уже у них образовалась. И натираем вот так две луковицы. Потерли две средних луковочки. Масло 50 примерно миллилитров залили. Вот так перемешаем сейчас. И будет мариноваться час-два. Но не больше трех. Вот у нас мясо маринуется. Уже готово. Час оно маринуется. Пока час мариновалось мясо. Приехала волшебница одна, наш оператор. Подстригла меня после изоляции. Сейчас будем показывать для детей и для всех, как делать грудки куриные. Потому что мужчины-то понятно, они основное мясо кушают. А вот как грудки делать. Вот. Вот так ее взяли мы. Филешку, да. Ее надо вот так, смотрите, разрезать. И разложить. Вот на такие кусочки. Вот. Так. И вот так. Самые вкусные кусочки получаются, когда просто без всего их поперчить и посолить. Но мы не ищем легких путей. Открываем наш рундучок. У нас есть перчик. Сейчас найдем соль. Приправку нашу. И несколько кусочков просто посолим вот так. Посолим несколько кусочков. И поперчим. Поверьте, ничего больше не надо. Это будет на углях коричневая корочка. Кладем их один на один. Вот так вот. Вот так кладем. Так будем делать все. Несколько кусочков мы сделали просто соль, перец черный. А эти сделали поострее. С восточными приправами. Куркума, зира, красный перец, чуть-чуть паприки. Сейчас сделаем черный перец. Их для взрослых. Те для детей, а это для серьезных взрослых мужчин. И будем вот так складывать один на один. Вот так вот убирать в наш тазик. И готовить. Мы уже разожгли угли. Всех с праздником. Нанизали нашу говядину. Нанизали говядину. Начинаем жарить. У нас хорошие угли. Одевали мы ее в промежутке между мясом. Курдюк. Сейчас будем переворачивать. Переворачиваем. Шашлык у нас готов. Мы будем его подавать на доске. Доску сначала положим над углями. Прожгем. Она должна обязательно прожечься. Из нее сейчас будет шипеть жир. Хотя вроде это. Вот обязательно надо прожигать доску. Прежде чем подавать еду. Вот наш шашлык из говядины. Жарим курочку. Проверить ее вот так легко. Надрезаете. Смотрите. Видите, она белая. Не розовая, но белая. И из нее течет сок. Посмотрите. Вот сейчас ее надо вот так срочно срезать. Гостям подавать на стол. Гости будут стоять на коленях. Все просить добавку будут сейчас у вас. А это, конечно, но это эксклюзив. Мы попробуем. Мы порезали нашу курочку. Видите, она белая и с нее сочится белый сок. Вот он с нее прям вытекает. Не розовый, не красный, а белый. Вот это идеальная курочка. Посмотрите, как ее надо пробовать. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал Дегустатор Толстов. Ставьте лайки. С праздником! Субтитры создавал DimaTorzok